Вот эта картинка — это функциональная магнитная резонансная томография. В принципе, до чего все начиналось. То есть до изобретения всего этого, до изобретения КТ, МРТ и тому подобного, в принципе, самый лучший способ был — это сделать свое окошко в череп и посмотреть, что там надо как. Не все были недовольны, особенно пациенты, но во второй половине X века нам повезло, и начали разрабатываться методы противокомпьютерной томографии, я думаю, все слыхали об этом, и магнитная резонансная томография, которая позволила через некоторое время врачам диагностировать множество заболеваний, помогать хирургам навигаться в нейрохирургических операциях, но на самом деле не только в нейро, потому что если мы можем взаимодействовать мозг, мы можем взаимодействовать много чего еще. С чего все началось? Когда я делал эту лекцию, я раскопал такую вещь, как витрикулография, уже был господин Бенди, который использовал эту технику впервые. В чем она заключалась? Мозг помимо серого и белого вещества содержит, собственно, очень качественную систему каналов, по которым сберет спинно-мозговая жидкость. Ну, или человекомозговая жидкость. Значит, в одну естественную мозгу вводился просто пузырь воздуха, и потом человек помещается вот в такое, значит, ноги сверху. Вот это ноги, это голова. И это перейсло вращается. Пузырь воздуха дежурно радостно путешествовал по всей этой системе, и при этом снималось, делая снимки генографические обычные, на которых было видно, где воздуха больше. От такого обращения пациенты на самом деле потерпевали массу интересных ощущений. Да, некоторые даже это не переживали, и отключали и умирали. Значит, это изображение. Это генограмма, соответственно, в более темные участки, это полости в полную воду. Ну вот, с этого все начиналось, но потом появился метод компьютерной демографии. Значит, я думаю, вот этот прибор, где хоть на картинке да видели все, значит, что он представляет собой, это, значит, вот такой вот бублик, в котором у нас находится система сканеров и излучателей, и, собственно, стул для пациента. Что происходит внутри? Внутри у нас вращается прибор, на одном конце, в котором находится тушитель, это рентгенограмма, и на другом конце находится патч посенсоров, который строит картинку. То есть получается как? человек находится в центре всего этого счастья. Прибор проворачивается вокруг своей оси, при этом человек проходит через отверстие прибора. При этом формируется множество кадров, это получаются такие изображения, которые потом восстанавливаются с помощью очистительных средств. Значит, чем это характерно? Ну, характерно, прежде всего, излучение. То есть это конкретный рентген, который с дикой скоростью вращается вокруг пациента и делает не один снимок, а вот такое хорошее количество снимков, зависит от того, насколько на большой область нужно просветить. Собственно, вот это, на что он похож, это видео, на самом деле. Если можно его запустить. Да. Соответственно, это тот же самый прибор, только без кожуха. Видно справа вот этот излучатель, а это ловушки. И вот он начинает так вращаться. И на самом деле скорость вращения его достаточно впечатляет, потому что люди гораздо спокойнее себя чувствовали бы, если бы этого не было видно. Значит, прибор, ну, скодирование с помощью КТ занимает очень мало времени, на самом деле, потому что человек просто протягивает через прибор, затем быстро обсчитывает данные, и получается максимальный скорость. на самом деле, да, соблазн был велик, поэтому в КТ пихали все подряд. Это метод не только для диагностики, не только для науки, не только для нейронауки и медицины, это метод еще и для много чего другого. То есть кристалла там просвечивают. И, ну вот, мумию нас и запихнули. Ну, вот эта самая, наверное, попсовая картинка, это своровалась с такого-то банка фотографий, на которой показаны срезы, восстановленные из КТ. Как видно, мы можем, в принципе, достаточно хорошо видеть структуру мозга. При этом у нас плотность вещества, она припределена одинаково, поэтому контраст, в принципе, очень-то велик. Мы хорошо видим, где у нас полость, и хорошо видим, где у нас вещество плотнее, но между белым и серовым щитом, в принципе, у нас разница-то немного. Толщина такого средства, как правило, где-то около миллиметра сейчас. Излучение, которое человек получает при диагностике, в принципе, невелико. Но, ну, конечно, балуются КТ очень часто и нехорошо. Поэтому, в принципе, это, в основном, это метод диагностики. Примерно в том числе используются различные контрасты вещества, которые накапливаются, например, в опухоли, и опухоль контрастируется гораздо сильнее, чем при работе без контраста. Ну, вот, есть ангиография, да, то есть когда в кровяное русло входит какое-либо контрастное вещество, в правиле, вещество с йодом. И мы можем построить систему, мы можем построить, установить систему кровяных сосудов, и, таким образом, обнаружить нарушения, если оно есть, и пройти какую-то диагностику. Значит, далее. На самом деле КТ очень веселая штука, потому что и для других ученых, и для геологов, например, в зоопарке Лепсерга они раздобыли себе КТ, и если у них какой-нибудь КТ побоёт, он, наверное, на КТ попадает. Значит, у них там масса замечательных занимательных личников, в части которых я просто побоялся вам показать, потому что, например, есть питон с тем, что он съел, внутри это достаточно занимательно. Но, тем не менее, у нас это очень ценный метод, потому что мы можем достаточно быстро получить представление о внутренней структуре организма, при этом дискрепарации. Это долго, это грязно, это дорого, это пороговое отрежье, мы взяли слагонки, пропустили его через карты и получили достаточно старое изображение. Суммирую. Это структурный метод. Мы мало чего можем сказать по поводу физиологии, по поводу активности. Точная среза 1-2 мм можно достигать, но это самый пороговое движение, обычно это 3-5 мм. Можно использовать контрастный агент, это лучевая нагрузка внимательно, и основная область, конечно, диагностика, потому что получевую нагрузку мало кто по доброй воле захочет попадать, хотя она, наверное, велика. Значит, далее. МРТ. Я думаю, все слыхали по МРТ, это просто самая популярная, доктор Хаванский, эти здоровенные пленки с изображением человеческой трябухи, это все МРТ. Чем хороша? На самом деле, в основе МРТ идет принцип ЕМЭ АДА. Это то, из чего прибор состоит. У нас есть магнит, очень мощный, сверхопроводящий магнит, который создает поле внутри скорости сканера. Сейчас самые популярные, наверное, полтора или три Тесла, но есть приборы и по 5, и по 7 Тесла, что-то очень высокопольные. И края МРТ я смогал, что 9 Тесла, у кого-то там в Чихаго, что ли, это ИЗУ. Это прям очень сильное магнитное поле, это призвание может поднять, ну, прямо вагон. Если магнитик такое сделает, то вагон железа будет где-то поднимать. Соответственно, чтобы такое магнитное поле нам нужно или очень-очень много энергии, или очень хорошая система охлаждения, или просто СССР-проводник. Естественно, у нас это катушка с СССР-проводником, которая в целом поддерживает мысльное поле на постоянном уровне. Затем есть радиоотдела, есть градиентные катушки. Чем они занимаются? Значит, теперь, в принципе. Что происходит? В обоснове магнитная термография идет, в принципе, из ядерного магнитного резонанса. Несмотря на то, что ядерный, магнитный, ничего, значит, никакой лучшей нагрузки он не несет совершенно. Поэтому, собственно, после событий, там, с 6-го года на Чернобыле стали его назвать МРТ, чтобы людей меньше пугать. Большую очередь. Это единственная причина, почему это не МР. Этодик называется АМР. Значит, что происходит? У нас большая часть человека — это водичка. Водичка — это один кислород. А ядро водорода — это нечто другое, как протон. Протон, помимо того, что мы положим на зарядку, имеет, собственно, этот момент. Протон называется спином. Так, ну, в форме такой спин направленный, как Бог на душу положил. Но если помещаем протоны в сильное магнитное поле, действительно сильное, они устраиваются вдоль него. Ну, как с эго-компаса, конечно, что-то вдоль магнитного поля устраивается. Таким образом мы сообщаем им некоторое равновесное состояние. Затем радиокатушка антенна посылает импульс на частоте резонанса протона. Тем самым сообщаем некоторую энергию и отклоняя спинный момент от равновесного. Затем катушка отключается и протоны возвращаются в исходное состояние, в равновесное состояние. При этом само собой отделяют энергию, и телеэнергию они излучают. Излучают они в целом диапазоне, который, в свою очередь, той же самой катушке и улавливается. Градиентные катушки нужны для того, чтобы мы сфокусировались на какой-то части, а не получая сигнал всего из-за этого. Соответственно, для того, чтобы получить изображение, мы тоже делаем серию слезов, который потом восстанавливается в общую картину, в общую модель. Значит... Дальше. Значит, это картина, полученная МРТ. Основной контраст, который тут есть, это контраст между насыщенными водой участками и ненасыщенными водой участками. То есть, полости, заполненные воздухом, у нас чёрные, потому что один у нас сигналник котл камня, а вот ткани у нас посветлее. Значит... Что можно сказать, исходя из этих фотографий, о-первых, мы можем достаточно быстро найти опухоль, потому что в опухолях логички побольше. Так получается. Во-вторых, мы можем достаточно быстро провести очень точное исследование, при этом не подвергая человека полученной нагрузке никакой. То есть люди, которые боятся КТ, они могут совершенно смело идти в МРТ, и ничего с ними не будет. Хотя есть и некоторые люди, которые боятся МРТ, потому что это только врач может назначать. Ну, в принципе, да, но не особо противопоказание, кроме наличия большого количества металлов, терия, кардиосимуляторов и тому подобного, в принципе, нет. Поэтому этот метод будет одним из самых наиболее безопасных в принципе. Единственное неприятное ощущение, не дай мне два сканера, во-первых, это такая маленькая инновация, которая тебя заталкивает, и некоторые люди просто начинают паниковать, потому что они или клаустрофобия, или они в себе ее, значит, разы. Во-вторых, он работает достаточно громко, то есть, излучатели катушки достаточно громко реакуют на все лады, что может вызвать тоже комфортно. Получая набор срезов, с помощью специальной программы мы можем реконструировать поверхность мозга. И вот такие реконструкции уже широко используются как в... Они широко используются именно в функциональных этапах исследованиях. То есть, для того, чтобы понять, где у нас мозг что-то работает, нам надо понять, почему этот мозг выглядит. С помощью МРТ строится модель, которая затем, некоторое время накладывается информация, полученная от других, с помощью других. Значит, точность МРТ достаточно высокая, сейчас в этом довели в некоторых случаях, то есть, вопрочительных кисл, намочено примерно 3 мм на 3-5. Исследования, которые с помощью структурного МРТ проводятся. Это, как правило, разделение людей на две группы, и сравнение количества структура, к примеру, в некоторых структурах, и попытка ликвидироваться объемом структура вещества с какими-то клиническими особенностями структура. Но основная пример это построение моделей для функционального анализа и клиника. Кроме того, ангиография тоже возможна, есть контрастные щиты, которые позволяют выявлять расположение сосудов. Соответственно, опять же, если человек выбирается КТ, то он может ангиография делать и выбрать. Суммирный структурный метод. Можно использовать контрастный агент. Никакого ученого в таком методе. Прибор создает очень сильный маркет в поле. Разрешение, которое мы можем получить это примерно 1-5 примерно. Значит, функциональный МРТ это уже функциональный метод, первый из которых первый метод. Значит, в чем при исследовании обычной структурной МРТ в 90-х годах было замечено, что вены и артерии различаются по они различаются по манипуляционному подсвету. Затем, для некоторых исследований оказалось, что железо, которое содержится в нашем гемоглобине, которое переносит кислород, которое, соответственно, когда отдает гемоглобин кислород в ткани, степень кисления железа меняется. При этом меняется магнитное свойство от этого железа вместе со степенью окисления. Соответственно, мы можем понять, где у нас в мозге кровь наиболее быстро отдает кислород. То есть, в каком месте мозг у нас быстрее дышит кровоток и, соответственно, сравнить активность областей каким-то опоследованным образом сравнить кровоток в каком-то участке лонга с какой-то задачей. То есть, у нас есть какая-то стимуляция, есть данные кровотоки после стимуляции, есть данные кровотоки перед стимуляцией. Мы используем пристимульную часть для того, чтобы отгребровать активность в постстимульной части и затем мы составим вот такое изображение это наложение SMRT на MRT и судить о том, какие участки мозга более активны в данный момент. Ну, тут у нас провесели работы в затылок, это значит что-то у нас какая-то биостимуляция случилось. Скорее всего, еще и слава . Значит, в чем плюсы? В чем плюсы? Очень чистые метки. То есть, человек приходит, ложится на бойку, его отправляют в сканер, он лежит в себе в относительном комфорте решать задачки. Как правило, такое окошечко в сканере, через которое можно через перископ видеть экранчик, на котором опять стимуляция или звуки наушники и так далее, и так далее, больше ничего не требуется. То есть, да. А вот, пересчитали, оказалось, что вот, надо продлилилась. теперь мини-проектрические, у нас все еще. Соответственно, туда запихивали все, что можно. Затвихнули как-то раз еще. В общем, есть FMRT-сканер, который построен для двоих. А дайте для чего. есть совершенно занимательное FMRT-видео, можете, в принципе, сбить его в угол, я просто не осмелился. Там совершенно чудная анимация, которая может изменить вашей жизни. Кроме того, да, можно FMRT-востроить такую анимацию, более, например, его характера. Это у нас речевой аппарат, так работает в КИКС. Можете оценить, наверное, насколько это сложно говорить, в принципе, сколько движений происходит для того, того. Соответственно, FMRT-данные используются в том числе теми, кто исследует движения, исследует положение суставов в разных состояниях, исследует сердце, то есть, анимация с сердцем и масса всего еще. Это политически важно на самом деле в современной науке, в современной медицине. И это действительно сильное магнитное поле. видео включите. это у нас баллон с кислородом оказался, бывает у нас люди не очень неподвижные, и вот он начинает слушать массу движений. весит килограмм 30-20, и если там оказывается какая-то биологическая спустанция, она георгенизируется. Очень хорошо. получается еще такие вещи. Если вы можете вбить в ютубе MRI-сканер инцидент. И там окажется масса вещей, или триллиант залетает туда, и очень удивленный рабочий бегает вокруг этого и стулья и что еще. так что снимайте ремни, дайте ему пряжки, сережки, все остальное, если вы проведете в ВАРТ, потому что вы можете сразиться с ним ближе, чем вы хотите. Значит, сейчас будет секция вопросов, потому что дальше вы не думали, пожалуйста, если у вас есть вопросы по КТ и ВАРТ, я сейчас так ответил. Здравствуйте. Очень интересно, вы сказали, что проводились эксперименты, когда пациент, погруженный в ВАРТ аппарат, смотрит, слушал музыку или спрежал в дачке. Наушники, как они работают в ВАРТ? Значит, как правило, все очень просто. Это у нас две гибкие трубочки, где наушник очень далеко. То есть это фактически стетоскоп, который очень длинный. В конце ты берешь с отверстием, и человек просто слушает звук, который через эту трубочку прошел. Вот такой вопрос у меня. Если есть КТ, есть МРТ, и в принципе результаты, которые мы получаем, они приблизительно одного порядка точности и так далее, то почему нельзя однозначно заменить, например, либо только КТ оставить, либо только МРТ, в зависимости от того, что дешевле, например, на самом деле на самом деле разница между ними есть. В КТ мы можем использовать широкий спектр контрастных веществ, которые в зависимости от их состава, то есть мы можем на глюкозку повесить радиоактивный атом, и глюкозка это находится в опухоли. Потом это опухоли межиссионерадского стану, и подсветим еще метастазы. Вот такие фокусы в МРТ не получится сделать. Значит, то есть КТ это почти сугубо диагностический метод. очень важный, и вот именно фокус именно в контрастах у самого. Плюс, ну да, у МРТ, конечно, получше разрешение, получше контраст. А тут был вопрос. А вот, на руку. Виктор Матюрки выше. Виктор Матюрки выше. Еще раз хотел уточнить, отличается принцип работы ФМРТ и там штука была, как называлось, тензорная. Вот. Там и там используется то, что в воде находится в протоне. Там и там используется один и тот же прибор, но с разными протоколами. То есть по-разному подается пульсация. В одном случае мы смотрим на воду, в другом случае мы смотрим на гемоглобин. Протокол диффузионно-тензорный МРТ, я боюсь, я не объяснил, но какой-то очень особенный. Да. Но ядерный магнитный резонанс это не только потом, это еще и другие вещества в том числе. Но так как у нас очень много воды в теле, это самая сильная резонанс, и дизатор, конечно, подходит. Так, я пойду дальше, потому что, к сожалению, часы испугался. Дальше. Электроэнцефалография. Это мы все почти что не слышали. Сейчас, по-моему, недавно даже всех заставляют, кто собирается на права сдать. Этому методу почти сто лет. Значит, он введен в Германию, господин, который решил поисследовать телепатию. Телепатию не исследовал, он записал альфа-ритм, самый первый, самый знаменитый из электрических кариатов работы мозга. В чем суть метода? Метода в том, что у нас мозг – орган электрический, в большом счете. То есть вся информация, которая передается в нем, это электрический импульс, она связана с изменением электрического потенциала в популяциях. Эти изменения могут быть ритмические, могут быть связаны с событиями, могут быть связаны по фазе в разных регионах и тому подобное и так далее. Но самая главная особенность этого метода в том, что мы сейчас работаем в том же временном разрешении, что и мозг. То есть мы можем цифровать данные с достаточной скоростью, в связи о динамике процесса, но самый большой минус в том, что мы можем сказать, когда происходит событие, но мы плохо можем сказать, где это событие происходит, потому что вследствие того, что у нас мозг в норме, накрыт черепом, кожей и оболочками, все эти субстанции, они создают роль такого пространственного фильтра, который нам совершенно не на руку играет. То есть из-за ненадрофности наших головушек картинок получается смазанной, и восстановить источники очень сложно. То есть или используется просто дикое количество электродов, или используется другой метод, который я открою. я пока позже расскажу. Значит, что тут изображено? Собственно, электродная сетка, которая расположена на голове в плосстандартной системе, чтобы можно было сравнивать исследования. Значит, что в последней ситуации надо сделать несколько процедур, первая из которых — это модуль M тонкий сложив, который находится с головы нашего подопытного, на факту своего капелька электропроводящего геля, и вверх ставится хлор серебря, без алкоголя трон. Таким образом мы быстро получаем информацию о работе мозга. Это вот такие вот кремлечки. Я думаю, много кто их везет. Значит, A-G используется в диагностике, A-G используется очень широко в науке. Самый важный плюс A-G — это в том, что он, в принципе, дешевый. То есть хороший, достаточно приличный аппарат A-G, он будет стоить, наверное, полмиллиона, может, миллиона рублей, ну и выше. А неплохой такой компостер-помограмм будет стоить десятки или сотки, даже миллионов рублей, в сторону и всем по карману. Значит, какую информацию можно получить из электроэнциклографии? В принципе, масса информации. Во-первых, мозг работает ритмично. То есть есть основные ритмы А-ФА-Б, это гамма, то это мю, которые связаны с различными процессами в мозге, на самом деле не все так однозначно, в принципе, споры и многое открытие еще впереди. Кроме того, мы можем судить об активности мозга в ответ на какое-то событие. То есть мы повторяем какое-то событие на каждую, отмечаем момент приступления этого события, затем усредняем данные, чтобы увидеть это слабое изменение на фоне остальной, мы получаем вызованный потенциал, так называемый. Затем мы можем вызованный потенциал отправить на топографию и посмотреть, как у нас распределяется потенциал, полученный на Sky. Соответственно, мы можем предпроводить, где находится источник и когда он становится активным. В данном случае, так называемая, обоконекторная цифлография, источник у нас находится примерно под вот этими вот радостными красными поднами, и в данном случае они ассоциированы с движением левого прогноза. Значит, далее. Ну, как без этого. То есть в RG, опять же, есть RG записанную стык, например. Масса интересных вещей еще есть. Опять же, это большая интересная игрушка, в том числе, я думаю, про VCI мы сегодня разговоры про этот интерфейс. Они широко используются. Правда, успехи с переменным успехом, потому что очень сложно наложить проект от пространства в пространство и так далее. И так далее. Для того, чтобы получить чистый сигнал, нужный нам, еще сложнее научить человека этим всем пользоваться. Значит, эго функциональный, высокое временное разрешение, то есть до 5 кГц, на самом деле, что, в принципе, позволяет нам работать с той же частотой, с которой по отдельности могут работать с нейронами. Это дешевое метод относительно, это низкое пространственное разрешение. И еще кучу артефактов. Потому что кроме мозга у нас аллитрическим органом является мышцы, сердце, все остальное, глаза, то есть любой нижний глаз, мимика, не тот случай даже с артефактов. Можно всегда увидеть на энциклограмме и приходится с этим бороться, чтобы все-таки добраться до нашего сигнала, который, собственно, на идее. Есть у нас еще МЭГЭ. МЭГЭ – это у нас магнитная энциклограммия. Что такое магнитная энциклограммия? Где у нас электрическое поле? Да, у нас магнитное поле. Электрическое поле у нас очень слабое, а магнитное оно еще слабее получается. Но есть огромный плюс. Для магнитного поля наши ткани прозрачны. То есть изменение потенциала вызывает возмущение магнитного поля, которое распространяется вокруг головы, минимально искажаясь тканью мозга, и кровью, и черепом, и всем самим. Значит, принцип работы. У нас есть вот такая вот конструкция, называется DUA, которая присылает себе бочку, наполненную жутким гелием, который очень дорогой. В нем плавают специальные сенсоры, которые называются сквиды. Это суперпроводящие квантовые интерферруты. Которые в состоянии делать две вещи. Они в состоянии отвечать на очень маленькие моменты, и они в состоянии при этом не поломаться от больших. Используют, кстати, этот Джостсон и Джанксон. Ну и без злобности, конечно, не обошлось. В чем плюс? Во-первых, мы хорошо видим то, что происходит во времени. Вот это вызванное поле, в данном случае. Вот тут у нас проявляется лицо, и вот у нас полетела радостная активность и модноизменция. И во-вторых, мы отлично видим в пространстве. Ну, хорошо в пространстве видим. То есть, чем ближе к сенсу нам активность, тем лучше, само собой. Глубокие источники мы видеть по некоторой причине не можем, хотя уже, по-моему, приближаемся к тому, что видите. Вот такой приборчик. Стоит вполне космически совершенно денег. В Москве такой есть, это хорошо. Но один в России — это плохо. Это напоминается в данном БПУ, МЭК-центр, собственно. Одна из их очень здоровых активностей. На самом деле это они работают с детьми, с ингредиентами, с аутистами и пытаются помочь в исследовании и в терапии. Значит, в чём плюс этого счастья? Если ЭВИ — это у нас гели, сеточки, электроды, там всё вот это, и нам нужно помыть голову и уговорить человека вообще засунуть гель, если он там укладку и всё прочее, то в этом случае ничего подобного практически нет. Человек садится, его немножко сдвигают кастрюлечку, и может просто сидеть, можем активность покоя, может исполнить какие-то задания и так далее и так далее. Можем быть добрыми людьми, вызвать атлетический преподок с целью посмотреть, где же наш источник этой активности, чтобы потом хирурги могли его аккуратно посылить. Минус — жутко дорогой. Функциональный — временное разрешение до 1 кГц, по-моему, я встречал. Дорогой и при этом хорошее пространственное разрешение. То есть это один из тех метров, которые могут дать и хорошее, отличное действительно временное и хорошее пространственное разрешение. В плане магнитной энцефалографии, вот кроме этих сквидов, сейчас идут разработки МЭК уже другого поколения, высокотемпературных, которые основаны на каких-то вообще интересующих вещах. Из серии мы берем маленькую такую камеру заполненную, параллельную рубить, я по-моему, с ксеномом, что у тебя не требуется, куда-то догадут. Подбиваем его лазером, а потом пересмотрим и, собственно, на излучение, которое спускает вот эту смесь газой. В целом это все идет в достаточно живом этой обману, в том числе, по-моему, у нас сейчас в России мы стараемся открыть проект, чтобы начать разработку собственного аппарата. Кроме того, мы схрестили МЭК, высокоте слово, для того, чтобы сделать низкопольный МРТ, чтобы сделать МРТ-сканеры дешевле. В принципе, изображения получаются, но они очень-очень сильно хуже, чем то, что и сейчас. Но, опять же, возможно, у нас в скорости увидим МРТ-сканеры, которые будут дешевле, которые будут представлять очень хорошую изображенность. Ну, то есть, я просто странею просто хороших интерферинастей, я не знаю, все понятия. Так что новости, в принципе, хорошие. Так, это, по-моему, все, что я хочу рассказать. Со мной можно связаться по любому из этих контактов. В принципе, я приглашаю вас поучаствовать у нас в центральных экспериментах, потому что у нас, во-первых, интересно, во-вторых, полезно для науки и для вас тоже. И в целом сам следить за жизнью МЭК-центра и тоже следить за жизнью МЭК-центра. У нас было реально интересное событие. Так, я готов ответить на ваши вопросы. Извините, что я не могу задержать. Вопросы? Ну, краткий итог. Когда вы читаете статью и видите там MRT или FMRT, мы говорим о том, где у нас активность, но не можем говорить о том, когда у нас активность. Когда мы говорим об ЭГ, мы говорим, когда активность, но не можем точно сказать, где играть. Но это очень редкие исследования на самом деле. Так что, в целом, я надеюсь, что моя лекция помогла вам, поможет вам лучше принимать информацию из нашей популярной статьи. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ